Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях главный врач детской областной клинической больницы Татьяна Панфилова. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Ирина. Насколько мы все знаем, к сожалению, лето – это период травм у детей. Если можно, обозначьте основные причины, почему именно в летнее время детки чаще попадают к вам с различными травмами. Вы абсолютно правы, лето для нас очень тревожное время и всегда, к сожалению, полное травматологическое отделение. И сколько бы мы ни говорили, к сожалению, я опять повторюсь, там не прислушиваются родители, потому что основная причина детских травм – это невнимание взрослых именно к досугу детей. И травмы бывают самые различные. Это травмы, которые дети получают на транспортных средствах любых – велосипедах, скутерах, там, бильборды. Бильборды. Да, бильборды, да. И вот все эти вещи должны быть предоставлены детям с определённой степенью защиты, нахождением взрослого рядом и какие-то защищающие моменты. Это должна быть защищена голова, основные суставы, потому что любое падение может закончиться трагически. И это я не так говорю, это действительно подтверждено теми случаями, которые проходят через нас. И мне бы очень хотелось, чтобы взрослые на это настраивали детей, говорили с ними об этом, говорили о возможностях, предупреждали и не отходили от детей. Потом у нас начинается купальный сезон. Не запрещено прыгать в воду в запрещенных для этого, неразрешённых для купания местах. Сколько травм, ежегодно проходят травмы, когда дети, начиная с подросткового возраста, даже маленькие дети, на всю жизнь становятся инвалидами, если выживают. Получают травмы головы, спинного мозга с полным разрывом. И потом начинается трагедия, восстановительные периоды, которые редко приводят к каким-либо положительным результатам. Кроме того, маленькие дети. Жара. Открываем окна. Сетки на окнах. Дети наши подвижные, начиная там с года, с полутора. Вы их до этого ставили на подоконник, показывая там троллейбусы, автобусы. Дети прекрасно понимают, что подоконник – это интересно. И они закрылись где-то в комнате, начали готовить пищу, отвернулись. Ребёнок двигает табуретку, стул к подоконнику, упирается на сетку и летит вниз. Таких случаев ежегодно очень много проходит. И, к сожалению, иногда, в общем-то, да и чаще всего, они заканчиваются либо гибелью ребёнка, либо тяжёлой инвалидностью. Есть, конечно, у нас такие, как мы их называем, летуны-счастливчики, которые, упав там с третьего и восьмого этажа, вот есть единичный случай, что дети родились в рубашке и отделались там небольшими ушибами. Но это единичный случай. Основное большинство людей – либо гибель, либо тяжёлая инвалидность. Кроме того, у нас началось время активное шашлыков, время активное отдыха на природе, жарим картошку, всё что угодно. И в то же время мы же не разжигаем просто спичками, мы берём жидкость для разжига. И эту жидкость уже прошло несколько случаев, когда дети её просто выпивали. Спасать их было очень тяжело. А кроме того, ещё дают детям сбрызнуть этот костёр. А ребёнок сбрызнет не только костёр на себя, тяжелейший ожог у нас сейчас лежит. Ребёнок просто вспыхнул, как факел. Как будет его сложиться дальнейшая судьба и жизнь вообще, всё это уже сказать сложно. Четырёх-пяти лет ребёнок. Вот я рассказываю эти случаи не для того, чтобы запугать, предупредить. Мы тоже страдаем от того, что к нам привозят таких детей. В первую очередь, главная причина – это невнимание родителей. Да. Если всё-таки такое вот несчастье произошло, какая-то травма у ребёнка, каким образом следует себя вести родителям? В каких случаях, я не знаю, может быть, нельзя ребёнка трогать, переворачивать? Вот какие-то такие основные правила, если что-то случилось? Ну, во-первых, если там нога, рука, то, конечно, её надо обездвижить. Лучше всего ногу привязать к другой ноге, если там что-то случилось с ногой, травма. Надо её, мы называем это иммобилизация. То есть её надо привязать к другой руке, а руку, другой ноге, а руку надо либо подвесить, либо к какой-то там палке привязать. Ну, тоже, то, чтобы она не двигалась. Если вдруг повредился шейный отдел, там, позвоночник, ну, воду вы вытащили ребёнка, до приезда скорой, то есть, во-первых, надо, конечно, искусственное дыхание ребёнку, чтобы, ну, вернуть его к жизни, чтобы не захлебнулся, там, утопление или что-то произошло. Надо очистить полость рта, перевернуть, чтобы вода могла, и потом проводить искусственное дыхание. И, конечно же, если травма в воде, после того, как ребёнок задышал, надо обязательно его тоже на какую-то плоскую поверхность, чтобы меньше было подвижности. Мы не знаем, какой перелом позвоночника или что-то такое случилось, чтобы не сдвинуть, не повредить, может быть, ещё не повреждённый спинной мозг. Поэтому это всё очень специфично. Конечно, тут же надо вызывать скорую, тут же надо обращаться к врачам, тут же надо везти в областную детскую больницу, потому что у нас у единственных есть травматологические пункты, травматологическое отделение. Скажите, вот иногда родители при каких-то таких экстренных ситуациях боятся, что скорая будет долго ехать и считают, что ребёнка лучше на своей машине отвезти к вам в больницу. Вот скажите, в этих действиях стоит это делать? Если это перелом руки и ноги, там что-то, я, естественно, считаю, что так. Но дело в том, что с подозрением на перелом позвоночника, ну, это, конечно, очень трудно сказать. Иногда лучше на носилках или на таком вот, на жёстком каком-то... Ну, есть у них жёсткие такие приспособления, на которые они кладут, чтобы вести ускорые подозрения на перелом позвоночника, потому что вот эти мягкие или сидения в данный момент могут хуже сыграть худшую роль. То есть в любом случае, если есть какие-то сомнения у родителей, лучше дождаться скорой? Ну, да, если какие-то сомнения, конечно, скорая всё-таки в таких случаях едет очень быстро, детская скорая тем более. Я надеюсь, что вот, во-первых, таких случаев будет меньше, хотя бы большее количество родителей услышат и передадут друг другу, и станут более внимательно относиться к детям, тем более сейчас ведь дети выходят на прогулки очень много. Следите, чтобы они не выбежали на дорогу, чтобы они по переходу переходили с вами. Смотрите, когда предупредите детей летом, чтобы, заходя на переход, они посмотрели, а нет ли кругом машины, потому что необязательно переход сразу защищает тебя, тем более нерегулируемые, от того, что машина увидит тебя за 3 метра, за 5 метров. То есть особенно на велосипедах, когда они выезжают, несмотря на эти даже переходы, даже переходы нерегулируемые. Всегда надо смотреть, останавливаться и смотреть. То есть травмы детей в 90, даже более процентных случаях – это наша взрослая безответственность. Татьяна Николаевна, большое спасибо, что вы сегодня к нам в гости пришли, в нашу студию. Мы желаем вашим маленьким пациентам скорейшего выздоровления, и чтобы поменьше детишек оказывалось в вашей больнице. Спасибо, Ирина. Я рада, что мы ещё раз встретились с родителями. Надеюсь, что наша встреча сегодняшняя благотворно повлияет и убережёт, мы сбережём многие детские жизни. Мы тоже очень на это надеемся. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова